К особенным детям особое отношение. Свыше 230 мальчишек и девчонок в преддверии новогодних и рождественских праздников собрала вместе главная областная благотворительная елка. Вечно зеленая красавица, расположившаяся в холле Центра молодежного творчества, встречала маленьких гостей праздника, учащихся и воспитанников Центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, специальных общеобразовательных и вспомогательных школ-интернатов, классов интегрированного обучения и воспитания Брестской области, как всегда, с максимально насыщенной и интересной развлекательной программой. Наш сегодняшний праздник объединил всех ребят из разных уголков нашей Брестской области. Приезжают делегации. Это ребята, мы отдавали предпочтение, наверное, в этом году больше детям, которые обучаются на дому, потому что для них выезд на областную благотворительную елку останется, я думаю, что в памяти на всю жизнь для них это очень значимое событие. И, конечно же, я думаю, что все ребята, все будут охвачены вниманием, потому что новогодний праздник – это всегда чудо. Шоу «Веселые мыльные пузыри», выставка детского декоративно-прикладного творчества, театрализованное представление госпожа Метелица, новогодняя музыкальная развлекательная программа. И не только эти приятные сюрпризы были подготовлены для юных участников ежегодной благотворительной инициативы, состоявшейся в рамках крупномасштабной акции «Наши дети». Организаторы встречи уверены – только вместе, общими усилиями, можно привнести радость в жизнь каждого ребенка. Сегодня в области органами местного управления, область полковом делается все, чтобы ни один ребенок, любой ребенок не был в стороне от заботы государственной. Коррекционно развивающейся центре обучения детей. Здесь детки живут по домам с родителями, но они не в коллективе. А им хочется быть вот на такой елке. И когда мы узнали, что их собирают со всей области, вот здесь, в Доме народного творчества, мы решили, что да, именно им мы поможем. К большому сожалению, в Брестской области с каждым годом увеличивается количество особенных детей. Сегодня их 16 тысяч. И ко всем им со стороны государства и общества в целом отношение особое. Ребята занимаются в коррекционных центрах, воспомогательных и специальных школах-интернатах, классах и группах интегрированного обучения. Организация подобных марафонов – отличная возможность для каждого малыша получить свою порцию общения, вдохновения и улыбок. Возможность почувствовать себя полноценным членом общества. Бесспорно, именно в такие дни особенные дети становятся чуточку богаче на внимание, заботу и любовь.